Привет, просветители! Ну что ж, похоже, этот день настал. В существовании данного канала больше нет никакого смысла. Как вы знаете, я 8 лет проработал в школе. И нет, всё ещё не в столовой. Эта шутка никогда не устареет. И поэтому свои видео я всегда воспринимал как некий мостик между педагогическими работниками и... вами. С первых же роликов я пытался ответить на вопросы, которые появляются у общественности к педагогам. Почему учителя вечно на что-то жалуются? А имеет ли учитель право? А чего они тогда в школу попёрлись, раз здесь такие зарплаты? А разве сами педагоги не провоцируют буллинг своим поведением? А что сделала школа? Я надеюсь, вы смотрели эти выпуски. Нет. С другой стороны, я пытался и учителям показать, как достаточно часто их воспринимают родители, ученики и чиновники. Чиновники вообще главные герои моих видео. Мы всегда в сердечке. И вот, наконец, наши доблестные верхи буквально одним предложением ответили на все вопросы родителей, школьников, учителей. Да, коллеги, мы наконец-то узнали правду. Так что, если теперь вы когда-нибудь грешным делом поинтересуетесь, а почему это в школе или в вузе? И дальше может быть всё, что угодно. Просто перечитайте ответ главы Рособорнадзора. Он гениален. Что глава, что ответ. И самое забавное, я сейчас не шучу. Ну, по крайней мере, по поводу ответа. Более 40% педагогов в России имеют достаточно хорошую предметную подготовку. Тогда как примерно половина учителей не дотягивает до базового уровня подготовки, сообщила в среду пресс-служба Рособорнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева. Каждый второй педагог в России не находится даже на базовом уровне. Базовом. А почему, Марья Ивановна? Потому что, по данным Рособорнадзора, она даже не середняк. Грубо говоря, Марья Ивановна вообще слабо представляет, что она в школе делает. По данным Рособорнадзора. И давайте не будем играть в солнышко лучистое, снимем сейчас свои любимые розовые очочки и признаем. Большинство из тех хороших 40% работает в престижных учебных заведениях и в крупных городах. И поэтому, когда вы не понимаете, почему в школе вашего ребенка сильных педагогов можно пересчитать по пальцам одной руки... Вот вам статистика. После того, как эта статья появилась, педагогические паблики просто... Опять унижают учителей! Я слова Музаева так не воспринял, не уверен, что прям каждый второй. Но я достаточно общался с педагогами, учился вместе с будущими учителями. Видел, как некоторые филологи не могли и диктант с третьего раза написать? Не на двойку. Нет, ну может они потом в школе грамотность подтянули? Ну, вместе с учениками. В общем, я отлично понимаю, что некоторые учителя, и их немало, не имеют достаточной подготовки для работы с детьми. И вот тут барабанная дробь. Для любого думающего человека это и так было очевидно. И да, это сейчас была дешевая манипуляция с моей стороны. Если ты думающий, ты со мной согласишься. Не надо так. Нельзя из года в год втаптывать систему в грязь и ожидать, что она каким-то магическим образом сама расцветет. Зачастую у наших учителей оклад приближается к мрот. Но у некоторых он даже ниже. Молодой педагог, который приходит в школу, зарабатывает, как правило, 15-16 тысяч, не больше. Если у меня не будет дополнительных нагрузок, мой заработок тоже не будет превышать 15-16 тысяч рублей, сообщил член Совета Межрегионального профсоюза работников образования учитель Дмитрий Казаков. Вопросы еще есть? И да, у меня все крутится вокруг денег. Я меркантильная мразь, признаю. Чего я тогда в школе почти 10 лет просидел? Если кто-то готов работать бесплатно, и да, 12 тысяч, это бесплатно. Здорово, флаг в руки, ноги, другие части тела, чмок в пупок и прочие привилегии. Но если Министерство просвещения надеется, что таких святых людей, и опять не утрирую, если за эту сумму человек просто следит за тем, чтобы ваш ребенок остался жив, он уже герой. Будет много? Ну, флаг в руки уже нашему министерству. Давайте поиграем в интересную ролевую игру. Плетки и портупеи не понадобятся. Хотя... Название? Адекватный чиновник. Ну, во-первых, после того, как на всю страну заявили, что каждый второй учитель по факту дно. Окей, практически дно. Все товарищи, так или иначе возглавлявшие наше образование, должны стройными рядами отправиться на выход. Со справкой профнепригодность. На любом предприятии могут оказаться левые люди. Назовем их непрофессионалами. Вот так, жестко и обидно. Но когда на вашей условной фабрике 50% непрофессионалов, возникает вопрос. А чем там руководство занимается? И тут либо претензии к вам, либо стоит признать, что вся система дала трещину вплоть до фундамента. И меняя, не меняя руководителей, вот как в басне Крылова. Люди, далекие от образования, обратили внимание на учителей. Каждый второй. А меня вот интересует. Не забывайте, мы в адекватного чиновника играем. И вот у этого адекватного чиновника обязательно должен возникнуть вопрос. К бесконечным проверкам в школе все уже привыкли. Как видите, они очень эффективны. А когда проверяльщиков проверять начнут? Учителя у нас нифига не знают. Да, я утрирую. Но при этом почти у всех есть квалификационная категория. Порой даже высшая. Это как? Если у нас каждый второй учитель даже до базового уровня дотянуться не может. Как говорится, о судье кто за древностью лет и дальше по списку. Следующий момент. Что творится в педагогических вузах, если каждый второй их выпускник даже не середняк? На таких педагогов необходимо направить самое пристальное внимание. Это поле деятельности для региональных институтов развития образования, институтов повышения квалификации и всех вузов, которые выпускают педагогов. Отлично. То есть за несколько лет вузе овладеть профессией не получилось, но вот курсы повышения квалификации, месячные и онлайн, конечно, все исправят. Нет. Напоминаю, мы, может, и адекватные чиновники, но не наивные. И терять работу не хотим. И поэтому закроем глазки на тот факт, что от осинки не родятся апельсинки. Никто нам не позволит всю систему менять. Поэтому камень в огород вуза бросим, а вот почему появилась фраза «Ума нет иди в пед, умолчим». Если в вуз от безысходности приходит троечник, при этом я не имею в виду тройка по алгебре, но гений филологии решил стать учителем литературы. Если что, я не про себя. У меня по алгебре была пятерка. Странно ожидать, что он в своей профессиональной деятельности будет вершины покорять. Нет, конечно, все бывает. Но до тех пор, пока в педагогические вузы не потянутся звездочки, ожидать какого-то иного выхлопа просто глупо. А что эти звездочки в сегодняшнем педе забыли? И да, у меня на эту тему целый ролик есть. Друзья, это сейчас может звучать излишне пафосно, прости мне это, но мы находимся на пороге глобальной катастрофы. Каждый второй учитель уже передает привет. Как говорится, снизу постучали. Сейчас, согласно статистическим данным, число учителей в возрасте от 22 до 25 лет составляет всего 5,5%. И ситуация не изменится как минимум до 2024 года. Если не предпринять радикальные меры, через 5-8 лет ситуация значительно ухудшится. Когда из школы уйдут последние советские учителя, сегодняшняя статистика покажется просто сказкой. Адекватная молодежь не идет в школу. Напоминаю, всегда есть исключения. Возможно, одно из них сидит перед вами. Хотя, конечно, я и адекватность... Это сильно. Российские школы в провинции стареют. Молодые и идейные, а такие и есть, переступают порог, офигевают о требовании и просто потрясающей суммы в квиточке. А это аванс? Нет. И бегут. А еще не надо забывать, что ты весь такой в белом пальтишке и гениальными идеями. Придешь работать в коллектив с теми самыми каждый второй. И здесь тебе очень быстро дадут понять, что выскочек тут не любят. К 2020 году нехватка педагогов в российских школах составила 180 тысяч человек. При этом из 73 тысяч человек, ежегодно поступающих на бюджет в педагогические вузы, только 33-34 тысячи выпускников работают потом в школах. Интересно, и почему берут кого попало? Когда я читал комментарии учителей, мне больше всего запал в душу один ответ. Пока все возмущались, мы не такие, да все с нашим уровнем подготовки нормально, женщина огорошила всех. Я действительно не знаю свой предмет. Я веду физику и алгебру и по большому счету не разбираюсь в том, что преподаю. Какой кошмар! Как же так? По образованию я учитель музыки. Еще вопросы есть? В их школе нет учителей математики. Вот совсем. К ЕГЭ детей готовят историк, биолог и музыкант. Может им часов просто мало? Нахапали себе? Нет. Женщина бы с радостью уступила место профессионалу. Только вот они не едут в их деревню. И не поедут. Вот педагоги советской закалки и затыкают с собой все дыры. Естественно, учитель музыки на алгебре до базового уровня не дотягивает. И учитель, который на две с половиной ставки работает, тоже мало куда дотянется. Ну, разве что до петли. Потому что с такой нагрузкой он явно не ко всем урокам готовится. А у нас что? Индивидуальный подход, новые технологии, карта урока. Знаете, куда себе эту карту? Итак, друзья, ответ на все ваши вопросы прозвучал. Половина российских учителей не очень. К сожалению, кроме этого, безусловно, важного заявления, все, что получит российское образование, как мне кажется, исключительно предположение. Это новые проверки и отчеты. И даже не сомневайтесь, в следующем году по бумагам все будет значительно лучше. 146%. В реальности же родители готовьте деньги на репетиторов. Они вашим детям пригодятся. Потому что я не вижу других кандидатов. Я не вижу предпосылок к каким-то серьезным изменениям. Систему школа, педагогический вуз, школа, никто в глобальном плане менять не будет. Потому что это банально дорого и долго. А косметический ремонт тут уже не поможет. Все балки перекрытия давно сгнили. Хотя вот педагогов на курс повышения квалификации отправим. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.